В столице Чувашии уже есть несчастные случаи, связанные с падением снега с крыш. В Чебоксарах 13-летний подросток получил травмы. На него упала снежная шапка с крыши. Похожая история случилась и с 28-летней Чебоксаркой. У девушки ушиб тазобедренного сустава. По этим случаям проводятся проверки, но чаще всего ситуацию все-таки удается контролировать. Переменчивая погода, перепады температур, обильные снегопады и, как результат, образование опасной наледи и огромных снежных шапок на крышах домов. Надо отдать должное. Коммунальщики стараются оперативно реагировать. Надо бы убрать уже эти сосоки. Ну, я живу в том доме вообще, то есть я не наблюдаю, что тут происходит, поэтому. У нас убирают вроде как океан. Ну, по крайней мере, у нас не висят такие глыбы. Не висят вроде бы. Ну, у нас там доми вроде не висят. Ответственность за очистку крыш от снега и наледи несут управляющие компании. Городские власти напоминают об этом на каждом совещании. Самые проблемные территории – центр города и частично Калининский район, где расположены старые жилые дома со скатными крышами. На территории Калининского района у нас на сегодняшний день 742 многоквартирных домов. Из них 238 многоквартирных домов имеют скатные кровли, где действительно имелись снежные шапки. Три управляющих компании имеют большие скатные кровли. Это управляющая компания «Тексильщик», управляющая компания «Нидия» и «Зал Южный». Ежедневно ведется работа по этим трем управляющим компаниям, ведется по две бригады, которые снимают снежные шапки и со столькой привлечением техники автовышек. И, соответственно, работают также нанятые бригады альпинистов. Об опасности свыше предупреждают и оградительные ленты, и надписи на домах. Но не все обращают на них внимание. А зря. Между тем, именно внимательность и осторожность могут спасти и ситуацию, и жизнь. И, пожалуйста, не ленитесь сообщать коммунальщикам о нависшей угрозе. Галина Титарчук, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Республика.